Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я люблю рыбу. Я люблю ее в самых разных видах. И жареную, и в ухе, и в пирогах, и в котлетах. Сегодня хочу приготовить рыбные колбаски. Кстати, такие хороши и в жареном, и в вареном, даже в тушеном видах. Список наградентов, основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Приступим. Начну я с загревания духовки. Потому что на гарнир, предполагаю, приготовить гратинированный картофель по мотивам французского дофинуа. Ну, разве что без сыра. Вкусные колбаски получатся, если в них добавить зарумяненный лук. И лука надо много. Обжарить лучше на сливочном масле. Лук жареный сам по себе сладкий, а масло еще и сладости этой добавит. И надо масло побольше. Вы же знаете три главных секрета французской кухни. Правильно, это масло, масло и масло. Все сюда. Сначала огонь можно сделать посильнее, затем, когда лук даст сок, и этот сок почти весь выкипит, можно будет и убавить. Ну и пока лук обжаривается, займусь рыбой. Это у меня филе трески. Для таких колбасок подойдет филе любой белой рыбы. Их ех будет неплохо. И щука, и судак, я думаю, в тему. Белый хлеб тоже понадобится. Его надо нарезать кусочками и добавить немного молока. Именно немного. Нет нужды смачивать его весь. И, как видите, я корки не срезал, а оставил. Потому что мне нравится привкус как раз-таки вот этих самых корочек в наших колбасках. Ну или в котлетах, если котлеты делать. Обратили внимание, что я не весь лук отправил на сковородку? Правильно, потому что часть пойдет в сыром виде. Итак, значит, у нас сырой лук будет отвечать в этих колбасках за сочность. Обжаренный лук будет за сладость отвечать. А хлеб будет отвечать за то, чтобы вот эта самая сочность на нас никуда не делась. Весь выделяющийся сок этот хлеб впитает и останется внутри колбасок. Начнем. Через мясорубку все. Сначала рыбу, затем уже лук и в самую последнюю очередь хлеб. Отлично. Осталось добавить обжаренный лук и соль. Но лук надо сначала дать хоть немного остыть. Так что я показаю ему и гарниром. Нарезать картошку надо тонкими пластинками. Сливка у меня очень жирный, 35%, поэтому добавлю молока. И надо довести до кипения. Чеснок нарублю помельче. И к сливкам его. И сюда же немного мускатного ореха. Отлично. Кстати, налив уже выключаю. Так, черный перец. Вот так будет достаточно. И соль. С гарниром почти все. Форму для запекания надо смазать маслом. Это у меня будет порционная такая, да? Вывозить сюда слоями картофель. И залить ароматизированными сливками. Все, отправляю в духовку. Для такого слоя картофеля достаточно будет примерно получаса. Нагрев верхний и нижний 180 градусов. Минут за 10 до окончания запекания добавлю туда колбасу. Которую, кстати, еще надо набить. Так что не буду терять время. Лук сюда. Яйца. И соль. И быстро перемешать до однородности. Набивать колбаски я буду при помощи китайского колбасного шприца. Обзор на канале был. Если пропустили, то щелкайте в уголочек. Либо проходите в описании видео. Постараюсь не забыть разместить ссылочку. Но, если у вас нет колбасного шприца. Если у вас нет, в конце концов, насадки на мясорубку. И вы не хотите заморачиваться с набивкой именно черев, бараньих оболочек, либо свиных. Не парьтесь. Сейчас все покажу. Берем пищевую пленку. Отрезаем. Это у нас пленка. Немного фарша. И вот так формируем колбаску. Теперь, смотрите, схватил и как конфету по столу прокатываю. Пам-пам-пам-пам-пам. Приподнял и еще разочек. Оп. Видите, она уплотняется на глазах. Остается обвязать вот здесь вот. И колбаска готова. Я повожусь немного, потому что в оболочке колбаски можно и обжаривать, и запекать. А вот в пищевой пленке только сварить. Набивать буду в пораннюю череву. Она у меня замочена с начала съемки в прохладной воде. Можно, кстати, брать и свиную череву калибром 36-40 мм. Тоже будет отлично. Правда, для такого калибра время запекания увеличится. Вот так. Пора уже колбасу к картошке отправить. Пока она готовится, закончу набивку оставшихся колбасок. Благожданный момент проба. Начну я с колбаски. Вот это вот замечательный. Красота. Смотрите. Вот эту большую форму я на нее колбасу не клал, потому что один из моих юных операторов рыбу не любит. Дурачок такой. Так, колбаска. Слушайте, не знаю, как вы, я обожаю рыбу. Я обожаю изделия из рыбного фарша. Он такой нежный, классный, солоноватый, сладковатый, очень сочный. Просто супер. Просто супер. Просто песня какая-то. Так, теперь по картошечке. Картошечка вот эта вот. Пропеклась, мягкая, ароматная. Красота. Просто красота. И, смотрите, как я уже сказал, такие колбаски можно запекать в духовке. Можно жарить на сковороде. Можно отваривать в воде. Можно, в конце концов, без бараньей черепы обходиться, а только заворачивать в пленку пищевую. И так отваривать. Ну, только смотрите, какая важная деталь. Значит, если вы положите много таких сухих, не вымоченных еще сухарей, до конца не вымоченных, то эти колбаски будут увеличиваться в объеме, набирая в себя сок. Так вот, чтобы они не лопнули, эти колбаски, сок не потеряли, нужно черепу набивать неплотно. Если вы плотно набьете, когда сок начнет выделяться, начнет набухать вот эта вот хлебная крошка, ваша вымоченная, начнет набухать, набухать, увеличится размере, и колбаски лопнут, и потеряется весь сок. Очень жалко будет. Поэтому колбаски нужно набивать неплотно. При варке значительно меньшая опасность вот этого разрыва существует, но тоже существует. И не пытайтесь выжарить эту колбасу или запечь до такого там каменного состояния. Нет, она очень нежная. Она, ну, вы видите, да, она такая паштетообразная, что ли, такая очень нежная, мягкая и сочная. Слушайте, это классная колбаса, готовьте. Это вот такой супер. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok